Я, Владимир Господин Владимирович, мадиратурного стола, в случае, это, наверное, 9 тысяч рублей, а я буду с вами заявить за регламентом, хотим, чтобы у нас выглядели за регламентом, и по регламенту предложение такие. То есть мы сейчас с вами, значит, подтверждаем докладчиков, то есть количество докладов, мы отмечаем череду из докладов, значит, предложение такое, в течение первых 50 минут часто, может быть, заслушать доклады, в течение второго часа, значит, без обслуживания. Поэтому мы, скорее всего, есть количество докладов, определяем время для каждого доклада, заслушиваем его предусуждение, а потом обсуждаем, какой-то закон предложения. Просьба, кто не заполнит анкеты, если у нас есть ситуация, то есть. Ну, вот, давайте мы тогда проверим, значит, докладчиков, это нет слов, а я предат все время и денег. То есть Козиков, Алексей Станиславович, будет с докладом вступать? Здесь есть, да, да, да. Здесь, да? Загордов, Максим Александрович, будет с докладом вступать? Нет, не уступать. Так, Косяков будет докладывать? Нет, да? Так. Роза Александра Ивановна здесь? Пока нет. Так, Глюбин Анатолий Константинович. Есть, да? Так, Попов Александр Николаевич. Есть? Попов Александр Николаевич. Готов. Так, и Голубин Анатолий Константинович. Геннадий Константинович. Геннадий Константинович. Как вы знаете? Геннадий Константинович. Геннадий Константинович. Продолжение следует... 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 В днём солнце, ночью солнце нет. Ветер потул, ветер скикал. Коренная проблема, по поводу следующего вопроса. Нужные системы опубликования суточного сезонного в большой мощности. Здесь речь идёт о национальных масштабах, подготовленных системах большой, супер, большую мощность. В действии, рассматривая арсенал тепловой энергии, это ступинная установка, которая может быть вставить. Держанное действие, это ступохранилище, ступинная установка и другие спорты. Среди темы опубликования, приемные инферпании. У нас тоже два возможностей такие есть. На территории области 400 ступохранилища используют в мире различных ступохранилищ. Здесь можно использовать в том числе и как и инфекция, и в основном. Но революционное достижение, которые в нашем земле позволят в разы снизить энергопотребление, в основном, в основном, в том числе и инфекциях, в том числе и инфекциях, в том числе и инфекциях, где есть идеи, как объединятся, с лифтами, на территорию и так далее. И вы, если решите, на этом я выступительное слово, которое закончил. В любом случае, я думаю, что актуально, я думаю, это не фантастическая тема, это реальная. Мы сами не будем заниматься, мы будем поедать, что нам будет. Спасибо. Потом, значит, выкачаем закон 10-15 минут, то мы всегда при этом вместе с Сергеем Леничем, я сформулирую эти требования решения, решения порта тезисов, и я прекрасно разговариваю с тем, что в целом два группа, два заклада, вот такое решение. Поэтому сейчас пока у нас, я, значит, еще раз повторяю, 4 доклада, да, то есть мы должны распределить. Время у нас полтора часа, час 35, то есть это, значит, сколько, 90 минут на 4, по 20 с небольшим минут на доклад. Время у нас полтора часа, да, ладно, 70 минут на доклад, и столько же осуждения и иглы. Время у нас, как раздавая. Сейчас, значит, у нас пока Жучков Алексей Станиславович, Вемер Анатолий Константинович, Голубев Ренадий Анатольевич и Елисеев, Алексей Викторович. Елисеев здесь, Алексей Викторович? Так, ну вот, пожалуйста, Алексей Станиславович. Добрый день, дорогие коллеги, у нас небольшая замена. Меня зовут Качковик Артем Андреевич, я руководитель отдела продаж, потому что производство предприятия «Эликом». И сегодня я буду вам презентовать и рассказывать вопросы о диспетчеризации, съемах и контроле данных на пунктах энергосбережения, на узлах учета различных следствий. Сейчас мы включим презентацию, чтобы мы визуализируем, снимаем вступление в этот план. Продолжение следует... Итак, научно-производство предприятия «Эликом» занимается вопросами энергосбережения уже 23 года, и основным направлением в нашей деятельности является установка условных учета различных следствий. Полный ее спектр сопровождение проектирования, сдачи в эксплуатацию, и вопросы диспетчеризации тоже не менее важны для нас. И именно сейчас этому будет посвящено на выступление. Рассказывать я буду о информационном учредительном комплексе «Эликоменпорт». Разработчик данного учредительного комплекса является нашим сотрудникам. Ранее учредительный комплекс уже применялся на объектах энергосбережения. На таких объектах, как Перуральская ДЭЦ, Татловская ДЭЦ, Татловская ДЭЦ, многое и ранее называлось это все энергоэнпорт. На текущий момент актуальность обусловлена следующими моментами. Это растущее количество оборудования. Далеко не секретно для того, что условных учета становится все больше и больше. На департаментах, которые уже есть, которые строятся, все освещены условными учетами теплоэнергии, газа и тому подобное. Контроль за каждым условным учетом необходим постоянным. Только только мы не смотрим, что тем работают или не работают припоры, значит мы уже начинаем платить по нормативам, а значит теряем деньги. Как только это происходит, значит уже экономический момент нас остается в расходах. Четвертая доступность оборудования. Допустим, конкретно в нашем случае, в нашем предприятии обслуживается порядка 5000 узлов учета. Они находятся разбросаны абсолютно по всей области. Тут до северного разница, тут до вербиты в рамках города, они есть. Чтобы смотреть и отслеживать их работоспособность, у них хочется применять современное оборудование, ну и современную средство связи. В том числе и данный продукт, который я сейчас вам пытаюсь презентовать. Значит, дефицит и ресурсов, это, ну, все-таки не каждое предприятие способно держать в штате человека, который бы постоянно ведал по условностям. Что у вас, так и какие нужно сделать энергоспекающие процедуры для того, чтобы ваше здание, во-первых, не перерасходовало потребляемую энергию, ну и, соответственно, как у нас и сократить потребление в принципе. Сложность люква минимального тарифа тоже не дезинфицирует, потому что так ваше потребление сложно понять, что нужно сделать, к чему прийти и где установить разрядный учет. Отсутствие возможности в суде принятия эффективного энергосперегающего решения тоже все условно отсутствием информации как таковой. Значит, для кого подходит данный продукт? По сути, этот продукт подходит под все типы клиентов. Это могут быть управляющие компании, товарищества, пассажиры, энергоснабжающие организации, администрации, министерства, сервисные организации, монтажники, производственные предприятия. Абсолютно все. На всех объектах существуют у учета, старт или иначе. Где-то их больше, где-то их меньше. С каждого улова учета нужно снимать еще месячные показания. Возьмем просто элементарно квартирный учет холодной и горячей воды, которую мы постоянно с вами встаем еще месячем. Это приходится делать руками, и все это дело может, на самом деле, унизировать впоследствии на новых прогнозах программы. Ваша управляющая компания и пассажир вполне может установить на своих серверах подобную программу, смотреть без вашего участия совершенно, какие расходы у вас по результатам текущего месяца. Но для этого, конечно же, должно быть установлено соответствующая оборудование. Я пошел немножко в сторону. Значит, теперь про сам программ, программный информационный медицинский комплекс «Селиком Информ» его создан. Состоит он из нескольких модулей. Первый – это модуль администрирования. Это назначен для того, чтобы настраивать комплекс, вводить нормативную справочную информацию, контролировать их водоспособность, значит, компонент от комплекса «Дерегистрировать» пользователей и назначать справа с доступом. Следующий модуль – это сервер спора данных. Ответ. Он отвечает, соответственно, на сбор информации и работу с ней. Модуль анализа тоже очень важный. Значит, модуль, который позволяет визуализировать и руководить в графиках, в таблицах ту информацию, которая у вас есть на углах. Служба передачи информации – очень удобный модуль, который позволяет получать на ваш телефон, на вашу электронную почту ежемесячную ситуацию с вашим бутом. Значит, модуль энергосервисного контракта. Вот тут, непосредственно, этот модуль, виснющем, привлекательным, чем полезно. Та ситуация, которая у вас была до внедрения на это сперегающее мероприятие, ее можно сравнить с тем, что стало. Нужно говоря, не было у вас такого учета. Те данные, которые вы платили, которые вы потребляли, можно посмотреть, допустим, в одной изводной данных листа. Посредственно модуля энергосервисного контракта мы посмотрели, насколько вы начали экономить, где вы снизились, и где, наоборот, начали потреблять больше. Таким образом, этот модуль позволяет вынести эффект лодки и трения. И модуль, значит, модуль интернет-приложения. На текущий момент мы разрабатываем приложение, которое можно будет совершенно свободно и спокойно с каждого коммуникатора, планшета, телефона, который есть у всех на использовании, посмотреть ситуацию в ваших условиях учета. Не только в условиях учета, в принципе, в условиях контроля энергопотребления. Какие каналы связи используются и возможны использования для съема данных? Абсолютно все имеющиеся известны на текущий момент. Будь то проводной, беспроводной интернет, будь то силовая электрическая сеть, радиочастоты, телефонный канал связи, любые выделенные каналы связи, абсолютно на текущий момент. Самым главным условием это, чтобы на вашем услуге учета любой среды находился какой-нибудь передатчик, будь то модель GSM связи, либо радиомодель, и он отдавал данные на сервер, который в свою очередь будет предоставлять данные либо же для повода пользователя по отдельности, либо этот сервер уже не является тот, тот место, который работает с данными непосредственно у каждого населоприятия. Значит, на текущий момент данный информационно-метрический комплекс поддерживает и работает с такими приборами-производителями Логи, Крови, Теплоком, но это только маленькая часть доставленных организаций, которые сейчас прибороставительных организаций, которые выпускают продукцию для аналогового движения. Значит, как только появляется какой-либо новый теплоучислитель, новый прибор, при предоставлении самого прибора и протокола обмена, вполне возможно за две недели внести его в этот информационно-метрический комплекс. Таким образом, еще один появившийся выдел учител, что у вас будет под контролем. Какие функции сам по себе выполняет комплекс? Значит, это первое. Настрой работоспособности удаленных объектов. Я обращал внимание, это важно, это нужно. Обеспечение функционами прав воздуха. Ну, таким образом, мы можем какого-то ограничить получения информации, кому-то не нужно смотреть за всеми объектами в принципе, а кому-то, наоборот, если не делать полномочия в полном объекте. Резервное копирование базы данных является немаловажным фактором, потому как действительно бывают неприятные ситуации, когда компьютеры ломаются, что-то с ним происходит, данные теряются, и таким образом работать с ними уже невозможно. Наш информационно-метрический комплекс позволяет резервно копировать на сербе, либо нашим, либо вашим, эти данные дополнительно. Согласитесь, неприятно, если у вас в результате учета подработал месяц, в конце месяца он сломался, и данные выносить невозможно, в конце концов можно эти данные взять в данный момент. Объединение различных технологических объектов в локальную информационную сеть. Ну, вот это я об этом говорила, к примеру, у вас происходит предприятие, у вас учет реактора энергии, тепла, газа, источников воздуха. Все эти пустые учета с источников приборов могут быть объединены в информационном комплексе. работать с ними можно разово, можно смотреть параметры по отдельности, будь то несколько узлов горячей воды, выводите отдельный бульон учет и смотрите потребление его за месяц за разные периоды, как это будет удобно. Контроль метрологических диапазонов предпринимателей качественных экскурсов. Очень важный момент смотреть непосредственно стоили лимбературы подается вам преполоситель, а в тех для объема, а есть ли у вас затечки. Если мы это все контролируем, таким образом у нас, скажем так, контролируется полнота твердности, мы можем отчитаться полностью за все потребленные ресурсы. Ну и анализ энергопотребление и управление энергопотреблением. Ну и выводя непосредственно все данные с ваших узлов, мы можем посмотреть и, значит, сориентироваться, в каких местах наше потребление нужно сократить, есть пиковые нагрузки, например, в рабочее время. В это время потребление можно наоборот скажем так увеличить, да, в каких-то моментах можно производственной мощности не снабжать энергетику как таковой. Значит, какие отчеты могут формировать наш монетический комплекс? В принципе, все, какие может формировать прибор, который находится на узле учета, какие необходимы. В принципе, изначально в инвентарии этого комплекса заключается в следующем. Наш специалист прорабатывает сам вопрос того, что вы хотите купить на объекте, какие данные и в каком виде вы хотите их получать. Вы хотите ввести таблицы потребления, выходите мимо схемы, припожать работают графики, тоже вопросы решаемые. Значит, визуализация примерно следующая. Это окно, где отображены непосредственные объекты, могут проработаны конкретные ошибки и ситуации, которые нужно отслеживать и контролировать. По результатам, к примеру, месяца, ну или вообще текущую область ситуацию вы можете видеть постоянно. Загорелось, допустим, плажок на небалансе массы в объекте таком-то и таком-то. Нужно оперативно послать специалистов и посмотреть, в чем дело. Наверное, не работает расходовер, а может быть, оборотом засорился и он будет прочистить оперативно. Если вы за час это не сделаете, в данном случае начинаете водить под армакивы. Это никому не нужно, и таким образом это позволяет делать оперативные шаги. Повозить можно также в глядь поднима схема. Будь то многоквартирный дом, как я уже говорил, допустим, наводим на квартиру 257 и смотрим потребление ресурсов его, в принципе, вода, холодная, горячая, тепло, электроэнергия. Да. Шурналы могут быть различные. Допустим, у вас очень много объектов, мы, народоснабжающая организация, посмотрели конкретные показатели по конкретному объекту в любой промежуток времени будь то активы, будь то онлайн-ситуация. Для таких вариантов вывода, скажем так, их очень много и они все привязаны в первую очередь для того, чтобы понять, что вам нужно, что вы хотите смотреть. Советно обсуждаемые вопросы. Интерприз, прежде всего, он заключается в таком виде, это окно пользователя с конкретными объектами, конкретными показателями. Также можно формировать и нужно это делать программа в полном успешном объеме, карточки и потребление тепловой энергии в установленном форме с законодательством это все выводится и таким образом можно и руками снимать показания либо посредством пультов и различных терпимых устройств вот посредством, скажем так, компьютера берут. Какие преимущества в себе держат данный комплекс? Это подключение большинства типа приборов на текущий период времени. Абсолютно все приборы, как я говорил, сейчас уже работают с нашим комплексом и появляющиеся приборы в него могут быть включены в 2 недели. Значит, примените все возможные устройства и спрятки. Тоже немаловажно. Настройка различных режимов работает. Все пропадывается на этапе проектирования, скажем так, внедрения вашего комплекса. Индивидуальная настройка программы поддушных конкретно заказчиков. Это подход каждому клиенту непосредственно у вас. То, что вам нужно, будет реализовывать. Большое количество решаемых технологических бизнес-задач цех тарифов передачи данных и другие программы. Но шаг со временем в любви это важно и нужно. Преимуществ довольно много. И самое главное, это все-таки первое, это универсальность. Второе, это постоянный контроль. И третье, это подход к каждому клиенту по владельцу. Значит, какой опыт сейчас имеется по внедрению данного комплекса? Дабы не быть многословным, посмотреть конкретно как работает и где это есть. Вы можете вот примерно из этого перечня можно обратиться к главному энергетику или другим предприятиям, получить все эти данные, пообщаться, наконец, просто узнать, насколько это необходимо и нужно. Помимо этого всего, я обращаю ваше внимание, если вдруг вы действительно заинтересованы в этом все, хотите посмотреть, как это работает вживую, вы можете взять новую версию данного программного обеспечения. В коеме вопросов к атаке информации и рекламной информации вы можете обратиться к нам на стенд, а также обратиться к нам на сайт или связаться с этим компом. Значит, термический эффект внедрения, значит, когда мы видим информацию по потреблению мы избежаем потери ресурса до первого явления фактов обнищения, то есть мы видим сколько тепла к нам зашло, сколько вышло, где, на каком этапе, мы, допустим, уже можем понять. Допустим, на этапе того, как зашло в помещение теплоресурс, да, если это автомойка, она потребляет тепло куда-то непонятно куда. На выходе видно, что ресурса вышло значит, нужно предпринимать соответствующие действия. Ну, и таким образом, если есть контроль, значит, есть какая-то отдача, есть эффект. Снижение потребляемой мощности на предприятии в частых диковых нагрузках. Ну, можем контролировать и смотреть ситуацию по производству, в суде, когда нужно где-то нажать, где-то наоборот, варить. Снижение потребляемой мощности точно так же, исходя из тех показаний, которые мы видим визуализируем. Повторяться не буду, здесь в основном все, они уже сказаны об этом. Значит, новые возможности это доработать со всеми видами энерго-рискурсов, технологических средств. То есть, абсолютно все ресурсы, которые можем учитывать, можем видеть, визуализировать, подключаются к этой программе. Это не программа для конкретно, допустим, управляющих компаний или тестажеров, или просто для того, чтобы смотреть показания с узлов, учёта, конкретно только допустим, тепла, да? А вообще, в принципе, если у вас есть такой-либо технологический процесс, который можно подключить к системе диспетчеризации, вы можете использовать данный продукт, данную программу. Это не в какие-то можно, это можно делать. автоматически СМС-РСМ тоже очень хорошая возможность, действительно, она очень важна, когда вы находитесь в небо-бразнестах и ваш дальний возраст не находится по-постоянному предпосмотрам, но приходит СМС-оповещение того, что в минештарной ситуации возникла и веревная события, мы можем активно и быстро и эффективно реагировать в неё. Поддержка абсолютно всех систем операционной системы текущей амин в ПУЛЬГ-ВСКИ и ПУЛГ-ВИКС-8.1 плюс появляется новая система, мы постоянно проводим обновления и приобретая поставленный продукт, скажем так, это не есть тот айсберг, который тянет за собой потом всё больше и больше выливания внешних средств. В ни в коем случае вы его приобрели, а далее обновления, которое они есть, мы уже предоставляем нашим клиентам совершенно бесплатно. Мы точно так же ведём с ними диалогу и узнаём, что хотелось внедрить ещё в эту систему, как её можно было усовершенствовать. К обратно, связь всегда очень приветствуется. Ну и, значит, стадии разработки, как я говорил, это новое приложение по мобильным устройствам, так, чтобы можно было постоянно это оттуда и держать в вашем каждом декабре. Спасибо за внимание, если есть вопросы, я подпишу. Спасибо, что нет. Пожалуйста, вопросы, коллеги. Опыт использования вот тут. Простите, пожалуйста, только называйте, пожалуйста. Только любая зарплат, председатель Санкт-Петербург. Опыт использования конкретно сейчас не имеется, но такая возможность есть, поэтому как только предпроект, когда мы с вами начинаем работать, вашу потребность сейчас в ходе услышат. Это всё реально, это может быть. Но, первым условием, надо, чтобы на вашем многоквартирном доме все инструкции, которые есть, было возможно подключить к какому-либо, допустим, типуручислителю, который будет отдавать информацию. Просто так с счётчика передать информацию нельзя. Это просто тургинка, вращающаяся, переключающаяся, скажем так, тройки. Если у него есть возможность выхода, скажем так, герпот, импульсный выход, который можно подключить к теплорегистратору или вычислителю, тогда, конечно, можно все эти надо дискучилизировать и смотреть. Путь до электроэнергии. Опять смотрим, какой счётчик у вас стоит. Если это чётчик подверживает возможность спичилизации подключения к какому-либо интервейцу, таким образом мы можем смотреть его по параметрам. Если врачи вопрос глобальный, то, прежде всего, нужно принести в соответствие все приборы, а далее вопрос спичилизации отпадает на фанта себе, потому что этот продукт уже внедрён на всех узлов учёта, которые сейчас есть. Стоимость программного продукта для узлов учёта в целом, да, вот как это вот у нас базово начинается от 50 тысяч рублей за 10 точек. Но в рамках многоквартирного дома это будет совершенно здесь нужно будет прорабатывать вопросы примерно конкретно. Спасибо, пожалуйста, можно ли микрофон? Извините, можно вас и надежда Николаевна и сертификация системы качества. Семь лет я проработала представителем управления пассажиром Николей 8 и я вам хочу сказать, что ряд ваших блоков мы в Москве внедрили ещё лет семь назад. У нас как раз была система установленная другой фирмой или точечки установленной другой фирмой, где у нас была огромная проблема снимать показания. А вот обеспечер постоянно в определенные часы снимал, записывал. Там очень была короткая память, но это перескал, вы нам дали образователей и перевели в автоматизированную дискему с фиксацией на дисплее и компьютера все показания приборов. Спасибо за комментарии. Действительно, она имеет место пыль, скажем так, по моих парферных домах. Но это не есть наше основное направление, мы всё-таки больше специализируемся на конкретных глобальных точках учёта. Это большие многопарферные здания, их много, у нас большая сеть, мы на них играем, это факт. Но тема по развитию специализации на внутреннем домах интересная, развиваться будет однозначно. Пожалуйста, ещё вопросы. Вот предусмотрена ли возможность использования данной системы для автоматизации своих управлений? Спасибо за вопрос. То есть автоматизация управления, я вам скажу, что, допустим, в рамках нашего предприятия мы внедряем систему автоматизации потребления как таковой. И если есть контроллер, который имеет возможность управлять процессом, то есть допустим, закрывать, открывать задвижку, посредством данного продукта и организации связи, это всё возможно, это делается и это удобно. Соответственно, опять же, решаем вопрос отсутствия необходимости выяснить зависит от навеса. Система универсальная что-то? Система абсолютно универсальная я дам 4 раза потом сказал, 5 скажу обязательно. Очень универсальная система, она предназначена для абсолютно всех типов средств и для всех типов вопросов при авторитации. Дополню свой вопрос. Суточное регулирование, пассатное регулирование, донное регулирование возможно сделать в большинстве? Возвращаясь назад к контроллеру, у контроллера есть много возможностей функций. В него заливается программа по регулированию допустим суточному, месячному, недельному по графику по тому, как восходит солнце и тому подобное. Если будет, то допустим уличное освещение и там стоит контроллер. Это все больше привязано непосредственно к продукту, который стоит на объекте к контроллеру. Если у него такая возможность есть, он подглядит непосредственно информационную функцию, безусловно. снижение на объекте. Мы отталкиваемся по эффективности непосредственно в цифрах от следующего показателя. Прежде всего, если мы не следим за ресурсами, допустим, подследили какую-то дешевую ситуацию, то мы платим по нормативу. Эффективность внедрения системы учета по нормативам данных примерно составляет 20%. Как только мы платим по нормативам, выделяем 20%. Эффективность внедрения 20% минимум. Это средний показатель. Пожалуйста, еще вопросы. Коллеги, если я вопросы, не задел, здесь пока вас не отпускают. Если это уже предложение, то есть предложение такое. Значит, вот мы сейчас подумаем, в принципе, у графикного уклада, на 5 минуты 2, что могли бы мы сформулировать в качестве предложения «Я» после этого доклада. Есть ли что-то в докладе, что можно выдвинуть в качестве предложения, но только в заключении конференции. Давайте подумаем на эту тему. Пока, так сказать, был жар, может быть, что-то... Ну, это, конечно, докладчику первого, вообще есть, конечно, право. Докладчик не должен помочь. Я предлагаю, я вам не даю, я вам не даю данную систему сам по себе продукт, информационный и клинический комплекс, он и предназначен для того, чтобы уменьшить трудозатраты и сократить потребление с продуктами. Второй вопрос. Композиционный вопрос следующее. На какой элементной базе сделана система и в какой мере используются отечественные комплектующие и программные средства как Windows и другие международные программные продукты, а вот что-то собственное разработки оригинального исполнения, сделанного в разных программных импортных обучениях. Я вам не знаю, что самое глобальное в этом направлении, что сама по себе программа является собственной разработкой прежде всего. А то, что она, допустим, система Windows и тому подобное, это уже вопрос, скажем так, коммерческого характера. Мы все нацелены на то, чтобы работать с потребителем прежде всего. И мы должны быть адаптированы к нему. Но в основном, я отвечаю на ваш вопрос, да, программа собственного разработка, рабочих Вадим Юрьевич находится в зале. Если есть вопросы конкретно технического характера, то вы можете ему задать, а то вам объяснить любую аспекту в любой момент. Элементная база, я возвращаюсь к тому, что есть более детальные технические вопросы, посреди наших сотрудников. Вадим Юрьевич, отечественная зарубежная элементная база. Ну, во-первых, что имеется в виду мозг-элементная база. Если вы имеете в виду приборы, учет, то это исключительно приборы развитого производства. Контролеры, гипотоподчислители, список, каким был представлен, это все отечественные разработчики, и все приборы учета, гипотоподчислители, еще электрические энергии, управляющие контролеры. Это все разработка отечественных производителей в основном. Это Санкт-Петербург, Москва, есть Калуга. То есть это все российские. А большие ингредиенты, которые готовят адресу, они не будут? Ну, это уже вопрос к разработчикам оборудования. Мобильную оборудование, это вопрос к тренерам. Воллер, китайское производство, припаривание, садомер, в Абстанце. Ну, на этот вопрос не смогут ответить, потому что конкретно к разработчикам приборов, что это не смысл. Импортозамещение, яблок, импорт, автоматик, все делают на спонах, и все, как надо делать. В этом смысле это предложение к совершенству системы, Санкт-Петербург. Можно так? Да. То есть наладить контакт с нашими электронными комплектами, и сделать все на самом деле. Возможно, он отмечен. То есть, значит, коллеги, значит, два предложения. Первое, внедрять шире, и второе, совершенствовать увеличение отечественных электронных банков. Однозначно, оригинальное, сократное значение. Спасибо большое. Спасибо. Ну что? Второе, товарищи, генерал-пылеч. Спасибо. Спасибо. На предыдущем форуме, который был недель назад, я выступал примерно с тем, но акценты делал на других смыслах. И если на том форуме эти акценты были в сторону экологии и развития человека как такового, его интеллекта и так далее, которая в свою очередь может в существенных образах повлиять и на разработку, в конце концов, и на эффективных, и на распорядающихся систем, но и поможет не только специалистам работать в этом направлении, а каждому органисту. А сегодня я хотел бы сказать больше о каких-то мероприятиях, связанных с национальной безопасностью. Сегодня мы хотим, конечно, жить в таких условиях. Я не хочу повторить только доклад, чуть-чуть буквально, чтобы вы поняли, о чем я дарил. Значит, сегодня мы хотим жить в таких условиях. Таких, я не хочу сказать. Таких. Но, к сожалению, благодаря несовершенным технологиям, мы, конечно, имеем вот такие картины, и другие вытрущающие, и вот, ну, это вот здесь цифры, которые я вам показываю, и, конечно, такие. И вот этот середовой типичный российский город, там, в Курске, или в Новосибирске, который живет вот в таком антураже. Пока мы, к сожалению, ну, не то, что не научились, а не хотим заниматься энергосберегающими технологиями, которые привеливы к переработке вот этого мусора. Но самое улучшающее является совсем другое. Сегодня докладчивый предыдущий говорил о том, что мы должны сберегать электроэнергию, генерию счетчиков, счетов, специализации и так далее, и так далее, и так далее. Все это мило и нужно делать. Но дело в том, что вот этот фон, который, так сказать, мы представляем, как чаще всего, вот в каждом отдельном окне, да, занимаются энергосбережениями. На эти процентики, 20%, 15%, и так далее. Но, но, но живут в огромном радиаторе отобрения планеты. То есть сначала мы сделали, я имею в виду градостроительства, сделали большой радиатор отобрения планеты. И это каждый город такой. А потом хотим от инженеров услышать решения, связанные с энергосбережениями. Ну, то есть сначала мы просто выбрасываем где-то энергосбережениями, а потом хотим какими-то счетчиками, приборщиками ее достаточной сбережениями. Конечно, это взаимно проникающие процессы, но в моем предложении, в данном случае, чисто начало строительное было, хотя и начал я, не сказал, строительных, конечно, моментов, это, конечно, заниматься, прежде всего, человеком. Здесь я не буду показывать много подробностей этой схемы, но она, кстати, разработана как новая социальная технология, позволяющая существенно расширять и совершенствовать интеллект, в том числе антидратственные проблемы, которые сейчас у нас есть для того, чтобы те вопросы, которые частные энергосбережения и энергоэффективности, так сказать, решались совершенно на другом уровне. Ведь все мы помним, знаем великого Теслу, но он, так сказать, его сейчас и не на нас нет, но энергетический инструмент, в том числе и ваша конференция, она способствует тому, чтобы когда-нибудь все-таки где-нибудь у нас или у нас родился снова Тесла. Но сам Тесла один ничего не сможет сделать. Как это было в истории. То есть он вынужден был сжечь свои материалы, чтобы они не превратились в оружие массового поражения. То есть надо, чтобы Тесла был и на губернаторском кресле, и в дилетовском кресле, и в президентском кресле. Ну, пусть там, например, 05 Тесла, 05 Тесла, 05 Тесла, 05 Тесла, и так далее. Но надо, чтобы эти Теслу условия было «ноу-боу». Тогда мы сможем что-то сделать. И вот, например, развитие человечества, значит, вот эта технология, связанная с развития человечества и общества, отвечает на вопрос вызовов и угроз социального характера, социально-политических, социально-экономических и так далее. То есть нам по себе город, как скорлупа, как раковина, она формируется вот этими внутренними процессами. То есть какой-либо город. В данном случае, значит, это модуль Арктика, который, так сказать, предназначен для самоксового климатических условий. Но вы видите, что у него поверхность теплоотдачи значительно меньше. И за счет этого мы можем экономить энергию не процента, а образа. И вот следующая таблица, она говорит, что вот нижняя строчка, что приведенная площадь вот предложенной модульной структуры и существующих современных грандскоритных систем, она отличается примерно в три раза. То есть в три раза не в процентах, а в разы. Вот. Но это, так сказать, один момент. Но более важный, не более важный, а второй, не менее важный момент, это следующее. Вот здесь приведена очень такая простая схема формирование градостроительной структур нового типа, которая, с одной стороны, отвечает на вопросы внутренних вызовов и угроз социального характера и формирует его, фактически, внутреннюю структуру, а с другой стороны, градостроительная структура должна ответить на внешние вызовы. То есть это природные катастрофы, природные технологические, так и нет. И вот на стыке этих двух, как бы, взаимно проникающих и взаимодействующих направлений, и, собственно, может родиться город нового типа, который в том числе и, конечно, решает вопросы энергоэффективности. То есть, когда мы будем думать потом, что завтра или послезавтра все-таки астероид упадет или какой-либо супервулкан начнет извержение, то мы поймем, что эта катастрофа, сегодняшние города просто уничтожат, они сами разваливаются. Постоянно у нас теплотрасса, электросетях и прочее, прочее, прочее. То есть им не надо никакого толчка. Но как только этот толчок произойдет, сразу же все будет разваливаться. И поэтому необходимы новые технологии, которые могут как-то компенсировать, нивелировать или просто устранять какие-то другие. В этом смысле наша страна имеет уникальные ресурсы. А именно, это огромная территория, во-первых, то есть мы можем распределить города, города нового типа по территории, и если, условно говоря, астероид, конечно, минимального веса, меньше, допустим, 10 км в диаметре, падает, то мы еще как-то можем сохранить часть нации, часть, ну, 10%, ну, 15%. Если такой астероид падает на европейскую часть, ну, и в Европе, то уничтожается вся страна, просто вся нация. Здесь мы можем как-то сохранить на наше государство, как на тылу. Достаточно уверенно. Кроме того, наша страна уникальна еще тем, что у нас есть очень развитые ядерные технологии, которые в этих условиях только и могут, в общем-то, работать. То есть в этих условиях, когда просто необходимо нажать какую-то кнопку, и чтобы у нас было избыточное наличие энергии. Для чего? Для того, чтобы, конечно, отапливать констритную систему в режиме ядерной земли, или, так сказать, давать энергию для получения продуктов питания, которые невозможно получать в случае, значит, когда в первый год или полтора или два непрозрачной атмосферы, невозможно заниматься сельским хозяйством традиционным, поэтому нужно получать продукты питания, альтернативную использовать в том числе. И для этого нужно огромное количество энергии. И вот атомная энергетика здесь могла бы быть, пока еще Тесла не родился, атомная энергетика здесь на нас дает все. Ну и, конечно, соответствующие градостроительные системы, которые могут способствовать решению этих пророк. И вот мое предложение в том, чтобы надо заниматься стратегическими системами, которые позволят нам в случае каких-то катастроф решать эти проблемы. Но эти системы позволят нам смотреть на градостроительство со всем другими глазами. Это раз. И второе – заниматься энергосбережением тоже на совершенно другом уровне. То есть фактически вот эти технологии могут в какой-то мере быть аналогичными космическим технологиям, когда мы в максимальных условиях занимаемся жизнеобеспечением космонавтов, находящихся на архиве и летящихся в Марсу. То есть те же самые вопросы – это энергия и вода, защита от радиации, разумеется, и получили продукты питания нетрадиционных способов. То есть вот здесь вот, я думаю, что мы можем иметь на этом стыке этих двух проблем, этих пол вызовов и уход совершенно другими глазами. Вот такое предложение. Не знаю, как вы скажете насчет предложения, что нам нужно. Вопросы, пожалуйста, коллеги. Понятно. У меня такой вопрос. Конечно. Вопросы, пожалуйста, не нужно? Конечно. Вопросы, пожалуйста. Спасибо. Вопросы, пожалуйста. Добрый день, меня спустились. Я хочу спросить. А как мы, вот то, что вы рассказывали, рассказывали, а как мы будем вот такую систему добиваться? Просто на какой-то уровень социальных проблем или что? Но для начала, конечно, что первое, что вначале? Курица или яйцо? Мы не знаем, я тоже не знаю. И так же здесь. Это идет параллельно. Параллельно развитие человека, параллельно развитие человека, который находится у вас. И тут очень важно иметь людей, которые находятся на самом верху и решающие вопросы стратегического характера, имели представление и моральный уровень, который позволял им принимать стратегические решения. Ну вот давайте разберем такой металлелетический пример, очень простой, понятный для всех. Вот мы зажигаем костюм. Не важно где, в лесу, наталье и так далее. Вот мы берем спичку, берем хворост, какую-то или бумагу и дрова. Теперь заменяем эти вещи, эти, так сказать, горючие материалы словами. Идея, спичка, молодежь. Это вот хворост, который, так сказать, сразу же эту идею быстро понимает, забирает их и может развивать. Дрова. Дрова. Это люди, это народ, который реализует все эти идеи. Вопрос. Где тут чиновник? Ну если физически, где он? Нету? А он и есть. Он и есть. Он как раз выбирает тут спичку. Ту или иную. Он организует ту молодежь в соответствующем опыту. Без наших или не наших. Он мобилизует весь народ на какую-то национальную идею. То есть наличие, так сказать, талантливых, я не могу сказать, талантливых чиновников нам чрезвычайно необходимых. Вы посмотрите. Такой простой пример. Вот есть страна, которая имеет такое же население абсолютно, 140 примерно миллионов. Но площадь в 50 раз меньше. А и ВВП, примерно, в 2,5 раза больше. Вы знаете, это другое. Это Япония. В чем дело? В чем дело? И площадь меньше. И ресурсов гораздо меньше. Корабли. Но ВВП по-моему. То есть управление системой. А вы не стали проекты работать уже или только как имее? Вы, чиновники, хотели бы, чтобы я еще и построил. А вы очень любите, чтобы в России бросились. Давай. Хорошее предложение. Хорошее предложение. Я, поэтому, в, так сказать, в резолюции нашей инфекции предложил создать пилотный проект для разработки и внедрения для людей, которые хотят жить по-другому. Вот эта система, которая, так сказать, я вот, 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 пригласил. Значит, она заключается хотя бы в том, кто в понятном намер, формате. Вот представьте себе, что благодаря такой системе каждое окно каждой квартиры или жилища, каждое окно, каждая квартира уходит на ландшафт. Сегодня ваше окно куда вы ходите? На какую помойку? На какую стройку? На какую стену? На какие окна? То есть, следите, пожалуйста, вы сейчас просите найти идею о том, что было бы неплохо так сделать, но каких-то конкретных мер вы сейчас еще не предпринимаете, да? А я ее не питаю, я высказываю, чтобы, как говорится, посеять. Если бросить, то она будет задоптана. Ну, добрый. Я в этом делал немножко, как бы, символом среди Викторовича Коспоинца. Про Японию очень здорово рассказано, но надо добавить, что самый большой, наверное, процент самоубийства распекольный, и возникает вопрос. Очень развитые технические страны. Надо ли нам этот путь повторять? В России другой путь. Если это тут слово, я скажу, какой путь в России. Совершенно правильно. Есть еще другая страна интересная очень. Это Бутан. Это микроскопическая страна, где из-за пометных ископаемых в основном дерево и фрукты. И они попадают в число топ, в десятку, значит, самых счастливых стран, живущих на планете. Ну, понятно, что там в первую десятку попадают авторы Швейцария, Левсимбурга. Понятно, почему это так? Ну, попадает, и у Левсимбурга есть 100 долларов, 100 тысяч доходов, то у Бутана всего лишь 5 тысяч. У нас 16. Вот и смотрите. Да, можно пойти и в другую сторону. Но, Монар, что с него взять? Руководитель страны. Он приглашает нобелевских друктуриатов по экономике, чтобы создать модель экономического развития страны. Модель национального воплощения. Вот так звучит. У меня не вопрос о некоторых замечаниях. Вот, в целом, если вернуться к докладу, к самому началу доклада, то идея, которую Геннадий Анатольевич обозначает, как-то и более значительно, что это не энергоэффициент, а как бы социально устроенный человеком, и ведение каким-то приятным условиям, а энергоэффициент, в этом смысле, подчиненный как бы фактор, так же, как и безопасность тоже. И вот у меня было такое предложение. Вот были такие стимули, что конструктивизм, функционализм, рационализм. Вот то, что Геннадий Анатольевич, заслуживает название социализма. А вот смех смехов. Большая часть Некадембурга, там, в 30-40-х годах, была застроена частью конструктивизма. Уралмарш, Химмарш, центральная часть города. То есть были архитекторы, которые проработали чушь, которые были не знакомые идеи конструктивизма, и приняли их здесь. Они были реализованы. Может быть, вот такая идея, это тоже, может, надо быть реализованы на каком-то крупном проекте. Типа, может быть, Муральску, вообще, реально, думаю, что это новые площадки там, как-то, как-то, либо какого-то пригородного района, я не знаю, вот не Красновейский построить, там, другой портал, а вот такой экстрементальный портал. Надо предложить, что их крупные корпорации, занимающихся строительством. Вот корпорации в Синдерке сейчас начинают засваивать, там, вот, не академически, с другой района, с другой стороны города. Вот реализовать вот такую вот идею, попытаться реализовать вот как-то социально дисбалансированный проект, да, оптимизированный, по-по-потребности, человек-мония. Во всяком случае, мне кажется, что идея заслуживает рассмотрения, поскольку сухого климата, немецкие решения, как я уже говорил, на одном месте, что происходит. Вот такие решения, и я могу об этом уверенно сказать, не просто по нас слышать. Допустим, вот у нас в поселке Ростовщик построен дом, 10-ти квартирный. Поэтому 10-ти квартирного дома у нас шли конфликты, и, скажем, обжаривающие организации в течение двух мест, потому что мы потребляем энергии в три раза меньше, чем положено, по нашему, по их нормативам для этого региона. По сравнению с отдельно стоящими зданиями, эксплуатированное здание с большим количеством многонечленок и плавным периметром взаимодействия с окружающими с людьми дает самый простой результат. Ну, по сути, это барак. Но комфортабельный барак, вот барак и не случайно появился, немало ясно делать. Вот такие вот объекты, но новые архитектурные оболочки, там, вот, Тимовец, которые, Геннадий Асурович, присоторожая, в принципе, ничего такого нового тут нет. Тут и парачные конструкции, но уже не депортир, а декоративные. Я хочу, что именно тут будет. В принципе, я считаю, что надо поддержать эту идею, когда-то будет. Да, чтобы было понятно, что мы с вами с вами с вами есть вот здесь вот Центром барачной архитектуры является именальное пространство. В чём смысл? В том, что воспитание ребёнка познано не только родителям, но, так сказать, является бесконечно огромной заботой всего общества. Нам выгодно иметь рядом соседа, партнёра, человека, просто прохожего, совершенно другой мораль, совершенно другой линии поведения. Понимаете? И вот в данном случае, значит, вот это некоторым образом изолированное пространство, оно предполагает, что... Ну, заметьте, что в западном объёме гораздо легче разместить большее, меньшее количество в качестве камер, следить за соблюдением общественного порядка, чтобы никто не бросил даже бумажку. Хотя бы. Вот. Но здесь важно что? Что вот, видите, даже если у нас есть прекрасные родители, ну, великолепная семья, идеальные родители, идеальная школа, то у нас есть очень идеальная улица, где ребёнок может встретить любого человека довольно идеального. Не будем называть, перечислять этих товарищей, да? Здесь же вот эта система позволяет избежать вот этих вот неблагополучных контактов. Дело в том, что человек — это самый дорогостоящий продукт, если так можно выразить. Это самый продукт, который, во-первых, требует огромного количества ресурсов, энерго-ресурсов, довольно продолжительный по времени его изготовления, так скажем, 20 лет. И известно ещё, что из него получится. Нет, не вас как-нибудь. Известно из них, что из него получится. То есть вот это вот новый подход, более целенаправленному и прогнозируемому воспитанию и образованию человека вот здесь как раз и находится. Субтитры предоставлены Субтитры предоставлены я в нём имела счастье жить. Он предполагал именно купленную единую систему там на севере. Там у нас стали активно и эффективно внедрять и солнечные, и, вернее, генераторы ещё в те времена. И солнечная энергетика начиналась, потому что освещенность севера на десятки раз больше, чем даже юга. И вот Аганер планировался построить его планировали под таким куполом. И его построили с учётом указовых принципов, которые вы здесь обозначили. И наши дети там жили в достаточно большой безопасности. И подъезды у нас были общими. У нас дети жили в подъездах, там все стояли игрушки, и вовремя у нас там были. То есть совершенно другой уровень жизни и понятия безопасности. К сожалению, в 90-х годах купол не успели поставить. и он просто пытался таким, надо перевернуть таким маленьким годком. Так что я вообще считаю, что это то завершение вот тех идей и начал, которые частично были аттестированы. Мне было бы здорово. Так что вы за, да? Да, я за. Очень трудно адаптироваться. Мне до сих пор, как у нас говорят, не надо адаптироваться. Дело в том, что, конечно, не меряется. Да, вот, совершенно не меряется. И те, и другие товарищи. Но купол, в том, что очень дорогостоящая система раз. Во-вторых, в случае, так сказать, при наших климатических условиях и снегопаток, я вам показывал один-ка слайд по поводу количества снега на северной в Норильске. Это многометровые, а, соответственно, и нагрузки. Правильно? То есть купол не выдержит. А система более, более, значит, так сказать, острая, она, конечно, сморная. Но это разрезает. Это длинный модуль, который можно наращивать. неизвестить. Это не могу. Мы можем... Пожалуйста. Продолжение следует... 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 Создали для них многоквартирные дома И у них произошло самое смешное Что никто для них там даже ходил Что у них теперь бомжи живут лучше, чем рабочий класс Средний Но теперь самое интересное Все поселились в эти дома И первые годы 3-4 все жили прекрасно Но вот как вы говорили Выйдешь на улицу, а там достаточно плохая картина Никто наших детей не смотрит Но дело в том, что те люди, которые бегают на эту улицу Они тоже где-то живут Они будут в другом городе куполе жить Либо в вашем Там произошло то же самое Это социум Людей-то ведь не видишь Эти же люди, они жили среди этих домов Потому что они не хотели сильно работать Они, в общем-то, занялись своим обычным делом Когда решили насилование, не пытаясь такая На сегодняшний день в этот город даже полиция Поиск заходить И он так и стоит полузаброшенный Потому что нормальные люди оттуда убежали То есть где-то тоже должен быть предел, видимо, количества Людей То есть надо к этой проблеме очень остро покорить Именно с пациологической точки зрения Не все могут жить в замокных пространствах Это первое Всем вот это, кому-то надо убежать, поехать Ну путешествие это все, конечно, решает Но вот есть где подумать Потому что человеческий мозг так устроен, что ему надо и общение, и то посмотреть И это успеть обеспечить себе безопасность Так что это проблема, на самом деле, очень серьезная И психологически, и экономически Ну это, кстати, у Сергея Валентиновича У Сергея Валентиновича есть интернетивный проект градоустройства Если у нас останется время, мы обязательно сослушаем Потому что я считаю, что по принципу дополнительности Если будут разные варианты возможностей выбора Это всегда лучше, чем они в выборах Я могу просто два слова сказать, что... Микрофончик возьмите, пожалуйста Жить выше пятого этажа очень редко Особенно женщины Поэтому это очень серьезная, на самом деле, тема Потому что бесплодие, оно как бы вот тоже отсюда исходит Что человек должен касаться земли в прямом смысле И земля лечит Поэтому действительно, где есть альтернатива Это индивидуальное жилищное строительство Уже есть опыт Уже есть исследования В Мяско-пакетном царе направили Биосертификацию по биоиндикетике строительных материалов И там простые цифры Бетон, по нашим данным, отнимает 20% Наверное, не про железный бетон Я вообще молчу Кирпич обожженный 10-15% Это наше внутреннее лето Дерево, слава богу, нейтральное Саман плюс 3, плюс 5% Кто и так дальше? Господин Владимирович, мы вас заслушаем У нас еще один доклад Если у нас Биосертификация не подойдет Мы вам предоставим 20 секунд Обязательно Так, еще Так, давайте, товарищи, обсудим предложение Я записал три предложения По докладу Геннадия Анатольевича Значит, первое О защите от вызова Как сформулировать нам лучше Вот дезис о энергобезопасности Если по большому счету Если, так сказать, по государственному И стратегическому Разработка Систем Новых государственных систем Это должно быть Приоритетным направлением И ввесено быть Должен в список Или в перечень критических технологий Ну, не знаю Кто-то знает, кто-то не знает Это главное направление Развития страны Сейчас в этом списке Естественно Это один из вариантов Но это, конечно, очень серьезный шаг Он должен быть обоснован Это большой труд Причем не одного человека, естественно А большого коллектива людей В том числе, конечно, и социологов Экономистов 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 То есть это первое предложение Значит, приоритетное направление Специфетические технологии И второе Значит, мы тогда, получается Создать налогный проект Может быть, еще что-то можно? Дело в том, что У нас есть очень много Хороших программ Которые, которые, кстати, обеспечены Бюджетом Это, значит, программы федерального значения Связанные с образованием Здравоохранением Жилищная программа Никогда это много Это там миллиарды, миллиарды И если от каждой программы Взять хотя бы процентки Или полпроцента Бюджетных средств И сделать комплексную программу Где есть, значит, разработка И градостроительство И, значит, здравоохранение И образование И энергосбережение И так далее, так далее У нас получится другое качество продукта Сегодня эти федеральные программы Выполняются отдельно Здравоохранение Очень отдельно От жилища Жилища очень отдельно От народа А министерство внутренних дел Очень отдельно От проблем И так далее, так далее Вот, если мы Сделаем комплексную программу С этими же деньгами То мы можем получить Другой продукт То есть я так записал Неопредимое создание Комплексного программа Социального развития Где бы Городостроительный момент Было одним из Одним из Федеральных программ Социальной направленности Здравоохранения Продолжение Понятно Извиняюсь У меня такой вопрос Есть, я знаю Негосударственная программа Называется Тысяча городов России Вы не участвуете в ней Она, по-моему, не государственная Но там примерно предполагается Построение вот таких вот Городов Тысяча новых городов Вот Я знаю Я знаю программу Знаю программу Идет, так сказать Игорь, руководитель Кутнов Юрий Вот Но, к сожалению, там тоже есть Вот перекосы Когда мы говорим Немножко, так сказать Об отдельных вещах Вот, например Одной из конференций Я тоже участвовал Посвященном Одному из таких городов Он называется Город демографического будущего То есть Где-то Может У существующего города Взять территорию И там поселить Семьи, которые Хотят иметь Три ребенка Четыре ребенка И так далее, и так далее То есть Делать некоторые тоже Чем-то такое И это, я считаю Достаточно смешно И, ну, это же время Надо, чтобы Все люди Которые, так сказать У нас живут Не были изолированы Тогда мы должны делать Города Для Педофилов Других, так сказать Надо другой направленно Изблюдить Зачем это делать? Надо просто Заниматься Попросами Социальными Прежде всего И, ну, вот я отвечаю На ваш вопрос Поэтому иначе Не с города Не с энергоэффективности А именно С тех программ С тех социальных технологий Которые позволяют Улучшать Чебрега так какового То есть Формировать его сознание Заниматься его Буквально воспитанием На другом городе У меня предложение Записать решение Секции Рекомендовать Рекомендовать Ненадию Анатольевичу Ну и Данину Анатольевичу Рекомендовать Как-то презентацию Деньги Ненадию Анатольевичу Ненадию Анатольевичу Включение Этого раздела Программу Тысячи городов О том России И обратиться По этому вопросу Круг новым Юлия Анатольевича По-моему Юлия Анатольевича Он очень подвижный Продумывающий Человек Он депрациональный Этернов Может увидеть Он близок Бюджетный И Хоть программа И не бюджетная Он не Хотите Слышать Ну и еще Мне хотелось бы Как-то отметить Вот в этом пункте По Жилищному вопросу То, что Это начинается Не с Пустого места А то, что Были Прецеденты И были Незапрешены Новые Опрыти Реализации Таких Идей Идерийский Вот Что Наверное Николаевна Сказала Использовать И обратиться К этому Потому что Практические Рекомендации Есть Практические Увы Как город Аганер 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 То есть Это завершенный Эксперимент Вот с той Начинкой Которой Геннадий Анатольевич Говорит С новыми Строительными Мордеялами Которые Были бы Геологически И полезным Человеку Это было бы Так И даже На национальной Идеи Спасибо Большое Спасибо Жанин Аганер Так У нас еще Осталось Дмитрий 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 Как нам еще Я должен Извиниться Неожиданно Сегодня Была достаточно Серьезная Презентация Подвердооксидным Топильным Элементом Меня конечно Не повторяет Но В какой-то степени Может Дополнение Дмитрий Презентация Презентация Придерно Конкретно Я вам постараюсь Рассказать Что такое Топильные Топильные Элементы И чем Мы уже Серьезными О принадлогом Зазадении Что Представляют Топильные Элементы Некие Хронические Тонкостенные Истерии С одной Сторон Истерии Подается Топливо Подается Топливо Как правило Это Водород Содержащий Газ Которые Получаются Либо Непосредственно Из углеводородов Из метана Например Или Получаются Купен Газификации Древесины Угля Различных Выдовых Отходов Наберные Газы И так далее С другой Стороны Подается Воздух И Пока Подается Топливо И Пока Подается Воздух Этот Топливный Элемент Работает Единственное Отличие От других Топливных Элементов Что Вот Эта Керамическая Стенка Уникальная И 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 Топливная Поступает вот сюда водород, сюда кислород в воздухе, то ион кислорода перемещается, соединяется с водородом и в виде воды выходит как выходящий газ. А вот это вот СЭО, угарный газ, он вообще-то вредный, но для нашего случая это хорошее топливо, и объясняется в виде углекислого газа тоже. То есть продуктами являются водяной факт и углекислый газ, но вот цикл замкнулся, и мы снова видим, что эта система готова. То есть энергетическая установка на твердооксидном топливном элементе включает вот следующие компоненты, собственно топливный элемент, твердооксидный, который непосредственно может получать топливо из топливного процессора, это некое устройство, которое преобразует, вот видите, много различных видов топлива, перечислено вход в топливный процессор, и все это привлечивается в смесь водорода и угарного газа. Непосредственно топливный элемент может работать на потребителя, давая ему электроэнергию, но и не только, и давая тепло, то есть это отновление наслаждения электроэнергии и тепловой энергии. Плова энергия также нужна для работы топливного процессора. И обязательно здесь должен присутствовать электроэнергии. Почему? Потому что индивидуальный топлив, крайний топливный, он не хочет постоянно. Кто много потребляет, кто хочет воскатнуть, а накопитель входит в разный газонокроз. Самый топливный элемент будет входит в постоянную душу. И вот достоинство этих энергоустановок – это надежность. Фактически там нет движущихся частей вот в самом топливном элементе, но, скажем, для того, чтобы подавать воздух, может быть какой-то малый виталятор. Широкий диапазон энергии. Вот они и тут перечислены. Есть еще одна. Энертоспережение прямую. Значит, КПТ до 60%. В принципе, конечно, можно ставить перекорды. Но, наверное, не те, о которых говорилось сегодняшний в первом докладе, а 90% речь не идет. А вот 80% можно. Но в этом случае у нас тогда энергоустановка будет немного больше, поскольку там меньше людей для характеристики будет реализовываться. Тишина. Собственно, практически нет шумящих частей. Устойчивость. Рабочий диапазон от минус 40 до до 50 градусов. Но может работать и в помещении, и на улице. Я привожу такие аргументы. На кухне стоит у вас плита, мощность которой несколько киловатт. И эта кухня не очень сильно вентилируется, и там можно тем или менее работать. Поэтому помещение вполне лечит. Широкий диапазон мощностей. Можно от 50 ватт делать установку, которая, конечно же, не для энергии обеспечения дома. Например, диспетания компьютера для зарядки телефонов. Для малой бытовой техники могут использоваться. Ну и до больших киловатт. Но вот выше этой мощности это уже, наверное, не для индивидуальных и даже не малоквартирных домов. Низкая потребность в обслуживании. В принципе, ничего такого не нужно делать в течение года. Ну и экономичность это привлекательная совокупная стоимость использования. Малый расход топлива, малое расходное обслуживание. Поэтому очень привлекательно. Все. Ну вот здесь еще некоторые показаны на новой установочке. Вот такая установочка была в свое время сделана в лабораторных условиях. Правильно говорить в таких случаях. На коллекте она испытывалась, как видите, в условиях не самых теплых. Это условия уральской зимы. Ну кое-что мы не предвидели. Вот, как видите, скопилось достаточно много льда. Но это не мешало установке работать. Стрелочка показывает все нормально. Как это было сделано для «Газпрома». Собственно, для «Газпрома» была сделана вот эта вот разработка совместная с нашим институтом с заводом электрохимических преобразователей. Ну и еще, как видите, здесь уже соберем наши соисполнители в искусстве. Она была в прошлом году на выставке «Инновации» Министерства обороны. На нее обратил внимание министр обороны и даже диплом от министра обороны за вашими инновационными программами. Ну и что можно сказать? Отвечает многие уровень лабораторных разработок проекта. Проходят испытания опытных образцов. Сейчас действительно на газораспределительной станции около Новосвердловской ТЭЦ проходят испытания вот того самого полутора пиловатного устройства. Но для того, чтобы двигаться дальше, вот написано. И реализирование для проведения и ОКР, и создание производственного роста НОР. А до этого, к сожалению, дело никак не доходит. Правительственные программы не работают, только дают нам на «нет». Поэтому, что здесь написать решение, я не знаю. Но, в общем, что-то вот в этом направлении. Спасибо. Фонд «Портник» позволит сделать какую-то маленькую, не знаю, фирмочку, для того, чтобы она выпустила какие-то установочные образцы. Но это ж не производство, это ж не энергетика. С чего-то начинает делать. Я говорю, что никакой академический ученый не будет организовывать производство для него дела. Значит, он бросит институт, там заглохнет какие-то другие направления, и он не будет хорошим специалистом в области малого бизнеса. Группу Кобрововича отправили, чтобы он здесь пилятки, которые в Англии производятся в ТОСТЕМ году. Ну, презентацию можно? В том числе, это же технические базы для возможностей пилотных проектов, в которых число есть. Универсальные совершенно вещи собрать можно из кубиков. Это не такие генераторы энергии, где срок службы в ТОСТЕМ. Значит, не прогнозируемый. Это постоянный ток, безусловно, его не надо передавать, ему надо где производить, там употреблять, это все понятно, да? Срок службы непрогнозируемый, а испытанный не в наших условиях, правда. У нас больше 12 тысяч часов не было испытаний, ну, просто нет возможности никаких. Что касается, за рубежом до 70 тысяч часов проводили испытания, правда, не энергоустановок, а отдельных оптечей. Их характеристики, скажем, менялись, но в разумных пределах. Но они свои, и каждый свой тоже. Да, безусловно. Но набор материалов везде один и тот же, везде. То есть вот это вот самое главное, это электролит. Это, так, тирамика на основе диоксида циркония. Она у всех одинаковая. Вот. Коллеги, прошу прощения. Вот. Можем бы сейчас с вами первым предложением, или что-то у вас еще есть? Можем бы. Можем бы. Вопрос по поводу вот первого узла, это как раз преобразователь в тот газ, который потребляет. Да. Мне кажется, это наиболее сложный момент. Нет. Нет? Это очень. Как преобразовывать там древесину там? Да. Это отработано. У нас на Урале преобразуют торф, преобразуют отходы какие-то. А? То есть ситуация. Да. С недостатком кислорода. И там образуется СОО. Если добавить водяной пар, плюс еще водород образуется. А природный газ он вообще... А меня есть предложение вопроса. А какие требования от газового топлива по уровню чистоты? То есть это должен быть высоко очищенный газ. Ибо это может быть там... Нет. Там чистый газ нужен, чтобы двигатели внутреннего сгорания. Этот самый блок же в целом остался. Все очистки. Ну, внутри даже не двигатели внутреннего сгорания. Это колемическая мембрана. То есть если там будет... Ну, понятно. Там пыль не должно быть. Верных чистых не должно быть. Понятно. Это и снос будет в потоке работы. А так, особенно... Ну, вот здесь система газа очистки должна быть. Вот почему возникают проблемы с верификацией. Для двигателей внутреннего сгорания. Во время войны, как автомобиль будет, с генераторными двигателями, но там одна колонка это был. А за генератор, другая колонка с другой стороны очистка. И при этом раз в неделю двигатель надо было распирать, и вот эти смолы, которые там обсуждались, потом показать чисто, было бы недостаточно эффективно. Поэтому теоретически все просто. А вот если будет решаться вопрос о технологии, надо будет просить деньги еще и на получение качественных, разных средств. там есть поэлисины, есть пилота, там подготовку тоже, необходимые, То есть, я вот, то есть, я не могу сказать, что у нас сердце как-то есть, оно создано. А как же у нас оно работает? Теревизор, то есть, это уже вопрос отшел. Ну, снежный, смех, там же уже все все сделано. Ну, на водородке все. Вот как он сформулировал это предложение? Вот что, 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 что мы просим, что мы требуем? Трочно реализовать. Углекислый газ куда девается? Газ, естественно, выходит в атмосферу, как и от любого топлива. Единственное, нет, его выходит столько, сколько топлива мы сожгли. Но если мы, скажем, на электростанции сожгли, получили электроэнергию из расходов, и КПД там в лучшем случае 40%, но на самом деле меньше, то здесь 60%, значит, в полтора раза меньше углекислого газа получится. Коллеги, я прошу прощения технических вопросов, давайте сейчас с тобой еще раз, но мы не успеем, но он не уложится. Вот, и Динайон, то есть, но возникает вопрос, что нужно сделать для того, чтобы спрашивать электроэнергию? Что, что, что нужно в требования нам написать? Нет, нет, но в технических отношениях наша власть не ждать. Вычините, можно как мастерциссию на электростанции? Ну, Дениска уже не переплатила, она там участвовала, но мне все сказал, что большинство говорили финансировать вот вот 10 лет, финансировали меньше полуторы. Неинтересно. Может быть, посмотреть местные галикарды, которые обращались? вот почему программы особенно сейчас вот почему любую программу надо сводить в одну комплексную и тогда решать? Потому что, каждое время не пробивать, не пробивать. надо включить в комплексную программу. Вот этот потому что вы адресуете тому, что было у нас во времена Советского Союза, когда был мощный, государственный бюджет мощный. и на ключевые направления, например, на космос, на атомные наоборот, на оборону. Сейчас деньги растащили. Газпром у нас свой сюжет развития. Увы для этой дороги свой сюжет развития. и так далее. Я вот не говорю про Прохорова, который вместо того, что финансирует другие элементы, без того, что после двойного команды ничего не есть. То есть и Абромович приезжает за свои деньги в Кокосе. Но другому, что тоже даёт, надо обращаться и к ним тоже. Особенно к тем, кто патриотически настроен там, настроен поддержать академическую науку. Ну, я бы вообще проблем не упрощал. Я её знаю очень хорошо в учении в Санкт-Петербурге. Когда я закончил университет в Санкт-Петербурге, когда я начал работать в отделе физико-технических проблем энергетики возникал Владимира Павловича. Вот примерно такие доклады я слышал также. С тех пор появилось что-то новое. Очень медленное развитие. Видимо, проблем всё-таки много. Насколько я понял, платьям это уже экономика улучшена. Но у них и безмощные финансовые поддержки нет. У американцев нет, у японцев есть, они этим занимаются. А генераторов электрогемических у них нет. у них есть проекты мощные, они показывают, что это серийный объект не получается. это это емкая задача. Но она стоит до 60%. не это и и и и и и и и все-таки насчет комплекса и программа тоже я читаю соответствующий раздел технического обеспечения перспективных проектов с бизнес-социального развития спасибо большое очень рекомендации в месяц на сообщение у Сергея и виситута, что директор, что нет доклада на обсуждение 10 минут, иначе мы не успеем давать если можно бы в 5-6 минут за докладом спасибо за предоставленное слово это первое, второе я хочу переизменить перед коллегой Геннадий Голуб это не критика была мы давно знакомы поэтому я могу сказать так немножко но у Геннадия Голубева это одна сторона я думаю, города, конечно, надо нам разобрать нет вот эта идея что без городов мы не сможем здесь я буду говорить о малых поселениях и опыт уже 10-летний то есть мы строим каркасно-соломенные дома в этом году мы наметили запустить уже канальное строительство и наметили для... это я прежде всего отрестую свое выступление молодежи на материнский капитал небольшой ну, может быть, 30 квадратных метров и сможем то есть Зумы Гринский пытался строить это... я говорю только о коробке, думаю то есть инженерам нужно считать а можно полистать там три фотографии где-то в Челябинской области это в Солёвской области но маленьких домов мы не строили в основном ну, самый маленький дом это 6 на 8 метров потому что всегда у нас был заказчик и далеко не всегда нам удавалось с заказчиком договориться о, скажем, создании ну, будем говорить там, кроме пакостного, идеального дома то есть вот сейчас я с экологией нашей договорился что напишем маленькую работу такую вот идеального приоритета то есть в идеальном мы что имеем ввиду вот то, что я уже успел сказать что в девятом году мы в Ясково-ракетном центре пришли сертификат по побиле энергетики и там не спеша год проводили исследование и пришли к такому, к сожалению, нерадостному что вообще-то у нас индустрия не выпускает экологических материалов то есть по определению просто не может выпустить только природа нам может дать экологические материалы и проводили эксперименты очень простые еще вот мне есть Соломиный матрас на Соломиный матрасе человек, скажем он лежал 15 минут и приборы снимали его показания о самочувствии до этого эксперимента после и у всех испытываний, где уходит после 15 минут увеличилось на 25% то есть очень простые оказались бы методы в шестом году мы с Академиком Акимовым говорили о том, что сейчас возможно выпускать отделочные материалы, которые будут индивидуальными применениями то есть они будут иметь оздоравливающий эффект то есть то не закон, то Академика Акимов это это шпионные разработки к сожалению, он в седьмом году ушелся и мы, да, практически работы с ними успеем перейти ну, понимание есть, как это можно сделать поэтому вот сейчас мы приходим к выводу, что, конечно, саманные дома и они имеют ну, действительно оздоравливающий эффект и на то есть презентации присутствовала женщина, которая сказала вот, я с девочкой жила в эстерске, когда мы забоевали мама нас просила ложиться на пол, а пол был длинный и я, как девочка, чувствовала, что болезнь вытягивал длинный пол пусть вам кажется, что вот это очень несерьезно, то что я говорю ну, на самом деле в двенадцатом году я ездил в Краснодар у нас есть один очень замечательный лечебный центр они лечат практически все болезни без всяких лекарств то есть они используют силу природы, используют 600 видов деревьев используют коров, используют драгоценные камни это уникальная методика, таких врачей у нас в России пока очень мало но они есть и это дополнительная, что называется, такая мотивация для того, чтобы экологическими домами заниматься глубже и тоньше и там же, помимо строительства домов ну, это ход, можно сказать, я занимаюсь сейчас работой логических материалов и один из материала показал вот этому доктору а он видит тонкий план и он говорит, что там, собственно говоря, материал кто строит, ну, типа ОСБ, только без всякой пенола и без всякой щепы то есть соломы и некоторые природные мельники и он сказал, что действительно, вот такие материалы ну, башка, он сказал, башка светлеи и вот здесь хочется сказать о том, что помимо вот домостроения это, что называется, вот первая моя тема вот первое, чтобы завершить эту тему предложением такого рода для этого перейдут два примера 19 лет у нас на Урале существовала такая традиция в предприятии, что не принимать на работу у человека, у которого нет жилья но, опять же, руководитель давал три месяца человеку, который с ним на работу приходит и давал ему материалы необходимые для постройки дома давал ему помощника три месяца и дом построен потом, работая уже на заводе три месяца человек мог рассчитываться хозяином за строительные материалы предоставленные и с помощниками более свежий пример, чтобы вам не казалось что я сказки рассказываю это действительно ведомость февральских заводов была традиция такая это я прежде всего молодежи ориентирую чтобы они думали как нам без ипотеки ипотека это вообще страшная вещь это такая такая и гладая молодежь которая не дай Бог ведет в руках пятидесят ну на конец сортовых годов на Урале можно было дом построить взяв стулу и расплопиться за нее в течение года это я говорю не спектакль родители так дом построили и семья не напрягалась что сейчас мы видим с обеспечением молодежи жилья ну я думаю что все прекрасно понимают что это искусственная созданная проблема проблемы жилья в России до семнадцатого года не существовало в принципе эта проблема она просто хорошо кем-то была организована для того чтобы нами лучше управлять ну вот первое предложение я сказал что можно сейчас с помощью энергии молодежи вот это доброе хорошее остановить я считаю что не составляет особого султа организованного скажем внутри есть еще много всяких я не знаю много всяких программ для молодежи для новых специалистов чтобы они решали свои проблемы но опять же повторюсь что жить многоквартирных домах это не очень полезно для здоровья нужно жить конечно на земле вторая проблема которую я хотел затронуть это поблагодарить форум за то что такие форумы организуются но свое мнение добавить в таком плане что нельзя открещиваться от гуманитария я гуманитарий я гуманитарий у нас тоже можно получить какие то идеи и здесь чтобы не быть благословным я приведу такой пример ну старшее поколение наверное знает что в Советском Союзе была разработана такая теория решения изобретательских задач так называемая которая была во всем мире успешно применена и вот перед созданием этой теории были штабовые ну мозговую шкуру как бы много раз проводили по решению таких очень пионерских задач и вот самое поразительное что все пионерские изобретения были сделаны не специалисты все пионерские изобретения были сделаны не специалисты потому что специалист уже имеет рамки ограничений уже шорные какие-то надет это потому что на эти форумы надо конечно приглашать многих специалистов и вот сегодняшняя ситуация которая опять же ситуация сдерживания России она же не первый раз возникает как наш уважаемый президент говорит как только Россия чуть-чуть начинает подниматься возникает всегда желание ее предушить и мне бы хотелось еще остановиться на том что скоро будет у нас 70-летний и наверное многие из вас знают что высшая сила много примеров в войне было таких что трудно в это даже проверить у нас боговое есть это всегда Россию пример и в Сталинграде многие тысячи бойцов видели и даже один отряд попали вот приходится стоит и они уберлись какую-то стену на пустой дуге это было и вот один пример просто про молодого бойца когда он отправлялся на фронт маркин сказал а вот тебе маленькая конка когда будет такой очень трудно помолись он вспомнил когда попал вооружение немножко от своих товарищей отстал помолился когда товарища догнал смотрит какая-то старушка и она говорит сынки ну я поняла что вы заблудились с трех сторон немцев с четвертой стороны болото она через болото и вывелась потом когда война закончилась он узнал эти старушки богатые богатые нас защищали в истории очень много таких случаев уникальные когда высшие силы Россию почему-то спасали мне кажется что у России другое предназначение почему я позволил себе за Японию так выступить что не тот путь это не путь России и сейчас мне кажется что если на работе я просто обкратко скажу из растительного сырья сейчас можно делать из растительного сырья сейчас можно сделать одежду но одежду не тканую с помощью микроорганизмов это все абсолютно новые технологии вот для России какой будет мы должны показать миру что можно очень простыми технологиями все это решать и вот такие простые технологии они конечно должны развиваться в малых предприятиях на земле ну а так краска благодарю да спасибо спасибо доложил в принципе почти да почти так вопрос пожалуйста вы как вы такие вот вы сказали прижал на матрасе из соломы и пиополия назад то есть что измеряют и измеряют даже измеряют управлять измеряем просто это этот процесс измерения уже прид fertilized для transitioned измеряем Вы снимали показания трех точек человека по экспериментам, а у вас непонятно, что вы реально поменялище. Понятно. Вот я бы выделил в закладе две составляющие. Первая составляющая не вызывает никаких сравнений. Это то, что надо развивать индивидуальное жилищное строительство. То есть вот этот вот проект 30 квадратных метров 300 тысяч рублей, мне кажется, чрезвычайно интересный, независимо от этих различных вещей. И мне кажется, это не разлучинство может быть интересным, потому что экономические иемлемые уже варианты технологии отработаны. Есть люди, которые умеют это делать. И вот продолжение нашего разговора. А дальше возобновляемые обещания, которые в условии не считают, но еще насыщенные возобновляемыми источниками имена. Что касается у строительных материалов, там, экологически безопасных, нейжеродически безопасных, эта проблема, она существует издавна, издавна она ездит. Существует, конечно, чем ближе к естественному материалу, тем он может. Но тут надо обращать внимание еще и на материальную стойкость материала, на окне стойкость материала. Там прочность материала. Каркас, каркас, но теплоустойкость. Это тоже один из важных параметров, с тех пор и наручение. И я бы предложил эту тему не отбросить, а как постановочную ее принять. Можно вести поиск экологичных, энергетически эффективных материалов, в том числе, керамических изделий, и из азамитовых глина. И из азамитовых глина, это продукты разложения, у нас таких вот этих ротушек, у нас огромная паска. А наша кафедра занимается производкой, разработкой технологии производства, в том числе, в поисках, строительных, таких вот, керамических изделий, и изделий, и так далее. Ну и при этом занимаемся как последним, таким видом деятельности. И главная задача, это связать радиоактивные люди, радиоактивные материалы, где-то не предматриваются. Ну вот, как по бочной направлении, получается полистая структура, прочная, мало ли, попростная, и естественная педагога, и всякая. Ну, с вас кого-то было? И я бы вот расширил вот этот пункт, то есть надо вести поиск экологичных материалов. Я бы, кстати, как пример просто сказал, не отдастся для нас, но можно сама, можно, и там, где-то, 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 где-то. И именно то, что это задание в плане, где-то, 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 где-то. Поэтому я предлагаю вот этот пункт, как направление, и, ну, это... И включить будет. Наши исторические права, так, лично, нужно, и здесь, как, на этот счет. В поле, прежде всего, о деятельности, очень хороший материал, мы с тобой работаем. И сейчас с университетом проработаем эксперимент, ну, есть очень древние микроорганизмы, которые, собственно говоря, очень полезные делали, силикатные бактерии. И эксперимент такой, что из любого грунта, ну, не из земли, из грунта, мы делаем очень пластичную массу, из которой можно делать очень многие вещи. Сначала я хочу это запустить в производство безобжиговых кирпичей. Ну, я понимаю, что мы идем не первым в этом плане это давно. Ну, потому что одна крупная немецкая фирма, которая выпускает кирпичи обычные, в свободе изучала со временем, что безобжиговых кирпичей, ну, я думаю, что, припомниваю, ребёнок, гораздо полезнее человеку. И по интернет-затратам мы здесь даже не комментируем. Спасибо. У меня ещё есть последнее замечание о развитии этой темы. Дело в том, что ведь страна, наша страна, обладает огромным запасом лесных багаж и использовать дерево, которое, в частности, имеет большую степень от нестойкости, как конструкции, чрезвычайно выгодно. Тем более, что это возобновляемые ресурсы. Вот и всё. Спасибо. Вот, конечно, мы лес рубим, вообще перебят, и в этом году мы начали ещё спои работать. То есть спои вообще никому не нужны. А спои раньше делали и одежду хорошую, и подканки делали. Мы сейчас выпускаем. Пока это, конечно, опыт и всё. Пробу. И спои. Вообще-то называется лесная шерсть. Это вообще просто вы материал, никому не нужны. Но из спои можно делать всё, что угодно. И одежду, и обувь. Получить практические советы по тому строительству, которое надо перевести вообще в практическое действие. Вы просто можете обменяться. Практические, смотрите, вот, пожалуйста, значит, я могу сказать, что практика начинается, конечно, с проекта. И один пример я смогу себе позволить привести, чтобы вы поняли, как важно грамотно сделать проект. Музей Горького в Москве, это особняк Якушинского, проектировал очень хороший и известный архитектор Шехтер. Он, дом был сделан в благостных пропорциях. В благостных пропорциях. Сейчас этого понятия даже у архитекторов нет. И работницы этого музея пенсионного возраста не устают в конце рабочего дня. И все удивляются. И Черняев, который тоже, к сожалению, не ушел до жизни, он провел исследование. Оказывается, причина-то в том, что сажение всё это было спроектировано грамотно. И дом, хорошо организованный, подпитывает энергией человека. Это я говорю о проектировании, а если говорить ещё о материалах, которые будут подпитывать, то это мы... То есть мы... Вот второй год я уже проектирую, консультирую. Пожалуйста, молодёжь, обращайтесь, идите вам внутрь. Ну, наверное, надо где-то записать в очень простой микронный адрес по 7.3.с. Ну, всё, с это... да, вот. Ну, всё, по английски. Собакалис.ру Чего? Собакалис.ру Телефон 8-9-4-2-1-4-6-8-8. Всё, благодарю. Сайт есть? Сайт есть, но не мой. То есть молодёжь организовала сайт. Семинары проводим, пожалуйста. Потому что семинар, чтобы рассказать, очень кратко, в 4 часа поднимаем. Давай идти. Коллеги, всё, благодарю всех за участие, за интересные сообщения. Вот. Сейчас мы будем работать над докладом, оставшиеся 15 минут. То есть можно сейчас как раз отожнуть немножко. То есть собрание у нас начинается через 15 минут ровно. Вот, пожалуйста, не опаздывайте. Мы поставим, что же не опаздывайте. Нам надо подготовить презентацию и обобщить все предложения. Спасибо.